мир вам сегодня нас в гостях удивительные люди много раз мы слышали вас много имеем общения с вашими детьми но сегодня бог так усмотрел что вы находитесь в миннесоте мы хотели познакомиться поближе с вами интересно чем же мы тебя удивили денис такие большая семья высокие сыновья но давайте расскажите как я рос христианской семье отец мой был служителем и я в жизни своей никогда не был атеистом они что от родителям не вложили это вера в бога живую веру бога что бог есть но в детстве к нам относился ну довольно таки безразлично есть и есть в детстве есть подростковый возраст разные друзья были занятия свои всякие а потом уже когда стал взрослеть когда было лет 15 я собрание ходил по воскресеньям на неделе с друзьями ходил болтался и вот так вот на весах на таких качался определенный период времени это было время моего духовного рождения я понимал что в мире уже ребята там смеются радуются друзья мои а мне радости нету я хожу с ними дружу с ними дела какие-то нехорошие они делают а мне нету радости я не хожу себе вот удовлетворение во всем этом и я понял что мирской жизни у меня не получится мне надо или богу идти или в мир ну коль мирской не получится выход один остается только к богу и вот тогда это было день особой моей жизни день когда действительно были муки рождения это было 17 марта 1974 года когда созрела у меня желание но это под действием благодати божьей это то что родители посеяли веру бога покаяться мне надо мне было 15-16 лет да вот такой возрасте и я покаялся тогда и не призывали к покаянию на но у меня родилось я вышел помню кафедре вперед меня спросил пресс-фитер что ты хочешь покаяться это была молитва тогда перевернулась все мои души все интересы все желания все стремления тогда служить богу для меня стало наслаждением удовольствием ходить церковь собрание слово божие общение разборы служение там какое молодежь совершала я старался во всем это принимать счастье вот такое было начало моё духовное и вы не пожалели что тот день вы побесяли господа служить это был самый счастливый день моей жизни и ни разу в жизни больше я никогда не пожалел об этом выборе слава который господь помог совершить мы хотим вас тоже услышать как бог вас нашел но я тоже росла в семье верующих родителей семья у нас была большая и очень благодарна своим родителям что они нас самое главное привели в веру бога и страх божий у нас было желание идти в церковь всегда мы не могли как-то просто так гулять где-то бегать чтобы не пойти в церковь и вот с детства это конечно в моем сердце так было что всегда стремились церковь вот а в церкви слово божие она сеялась и возрастала любовь к богу я покаялась в 73-м году 19 апреля вот буден день был четверг был собрание простое было и бог побудил что нужно я вынашивала это целый день на работе ходила и хотела думаю хотя бы скорее собрание я просто бежала чтобы в этот день покаяться и у меня такое после покаяния такое было на сердце просто хотелось взлететь куда-то такая радость была просто хотелось всех обнять мне так легко было вот но у меня решение как бы я ну молодежи было но не могла подтолкнуть и как-то шли с собранием и моя тетя и говорит ни на на уже возраст и как бы ты вот почему ты не хочешь покаяться и она мне подтолкнула и мне как-то стало так думаю а почему я не могу и вот я это вынашивала и вот у меня сердце ехало и грудь нет все хватит я в этот день покаюсь и вот девятнадцатого апреля я покаялась и не жалею ни ни одного дня что я покаялась и мне радостно было просто служили молодежи вот как серёжа сказал стремились делать все что могли и для и церковь нам была дорога мы не пропускали без причины ни один вечер спевки сыровки разбор слова для нас было где-то даже на работе но чтобы скорее идти в церковь даже хоть к концу собрания это для нас было просто за счастье вот меня задают вопросы а зачем неужели обязательно детям верующим родить верующих родителей покаяние вот такое вы знаете она обязательно я тоже был таким же ребенком и было таким же каждый вечер мы молились но вопрос посвящение богу жизни своей покаяния публичного потому что описание говорит если исповер кто исповедует меня пред людьми того и я исповедую это трудный шаг и но этот шаг мы понимали что это самый важный шаг в жизни христианина и для если он даже сын или дочь верующих родителей и все домолится бог аминь вы из одной церкви получается были ну да да покаялись мы в одной церкви можете немножко рассказать о вашей церкви пресвитер церкви у нас был на кузнецов николай максимович благословенный брат благовестник такой который всегда любил свидетельствовать о господи и в той церкви вот где мы росли на удивление вот 73 74 75 76 седьмой год это было пробуждение церкви атеистическое время когда верующих преследовали штрафовали некоторых арестовывали а у нас был зарегистрированный молитвенный дом и битком было народа приходили люди неверующие покаянию не призывали но люди стояли народу приходило столько что поднимали лавочки чтобы место было для тех которые стоят и передавали на наружу лавочки эти люди стояли буквально как селедка в бочке вот так молитвенном доме и смотри стоит стоит человек неверующий через людей проходит и идет кафедре его пресвитер спрашивает а что ты хочешь хочу покаяться становится со слезами молиться вся церковь плакали молились это было это было я называю пробуждением вот этот период времени господствующего атеизма в нашей церкви это было пробуждение почти каждое воскресенье были покаяния происходили и чувствовалось вот эта близость божья и действие духа святого в рамы на себе переживали слава господу можете рассказать как вы нашли друг друга кратко самая интересная ну как ты меня нашла ты нашел я же понял вы с одной молодежи были до руби бомбе проще до знали друг друга но у меня был момент такой в жизни в семьдесят семьдесят восьмом году семьдесят девятом я уехала отдыхать в сочи мне путевка была с работы и там отдыхавши но вечерами я читала библию в основном вот и уже перед сном молиться и и я стала молиться уже как бы и возраст такой мы уже все мои подружки замуж до четыре года было вышли уже замуж все а я что-то как-то и не думала об этом но подошло время думаю надо помолиться и просто побуждение вот молиться об этом вопросе ну как-то я раньше не молилась но выходят замуж как-то предлагают а мне вот такой голос молись я стала молиться и такие слова у меня мысли что вот кто первый предложит то ты замуж должна идти и я должна и это я сказала вслух господу господи кто первый предложит я должен я пойду замуж и мне такой страх объял думу а мысли пошли вот лукавый а вдруг он инвалид а вдруг он еще какой-то и еду а вдруг мне не понравится ли что такие мысли сразу а потом нет но потом после того как я помолилась покой пришел на сердце и я уснула и все и потом я как бы окончился у меня этот отпуск я домой поехала я забыла как бы об этом вопросе и все а уже потом действия за ним были как дальше было вообще у меня вопрос этот решался ну сложно я поднимал серьезность этого вопроса потому что то что делается раз и на всю жизнь это серьезно надо к этому подходить думаю на меня подтолкнул мой старший брат михаил он говорит сергей давай-ка ты женись я думаю раз михаил сказал жениться надо я его уважал он был руководитель молодежи был женат и уже да уже был женат и думаю значит наверно надо жениться он сказал а на ком стал вопрос на ком надо же выбирать какую но молодежи было хор молодежь и все я вот стал глазами выбирать он увидел одну красивенькая вроде бы так а у меня текст писания я библию любил тогда после того как я покаялся слово божие читал мне было два это 21 год мне был я стих вспоминаю миловидность обманчиво красота суетно я думаю сережа сам себе значит ты обмануться можешь вот сейчас ты смотришь на нее она красивая миловидная ты можешь обмануться и все ну а как же мне убирать и тогда я на всей своей вот этой влюбленности поставил просто крест я понял что я могу ошибиться вот такой влюбленности чисто человеческой это мой был такой субъективный подход но подход этот был основан на доверии богу тогда я стал молиться господи ты знаешь какая мне нужна ты знаешь какая меня будет терпеть нести которая будет сносить мои все отрицательные какие-то черты характера моего и тогда я просто молился перестал искать глазами а стал молиться и молился молился и в один вечер это было мне пришел я с работы отдохнуть вот так на диван прилег и меня в моем сознании мысль на уровне мыслей ты вот сейчас вставай и иди вот семью и там тебе не на дверь откроет я сюда чуть туда пойду уже поздно вечером я отвернулся думаю это у меня уже в голове по этому вопросу думаю и все это короче это мысль от себя думал просто от разных мыслей и такое приходит старался не то что я она мне не нравилась или это но мы знакомы были молодежи в одной были эта мысль не уходит от меня я крутился крутился на этом диване вынужден был встать помолиться прийти к ним они недалеко там жили звоню она открывает дверь говорит ну заходи что ты звонишь я захожу да я вот к брату твоему Николаю и я к Николаю пошел а с самого колени меня тряслись думаю господи неужели это моя судьба ну и потом были другие моменты которые я действительно хотел удостовериться что это то что от Бога я уже не буду детали рассказывать все но когда я убедился это то что господь мне приготовил а то что господь приготовил это самое лучшее и я благодарю Бога что если бы я выбирал может быть я этого чудесного подарка может быть и не выбрал по своему такому это но то что господь мне дал это самое лучшее и она меня любит даже больше чем я ее потому что я ну как то такой может быть грубей человек а она оказалась доброй и нежной и любящей женой которая родила мне и нам вместе 11 детей спасибо тебе Бога слава да вы же сказали 11 детей сколько можно истории рассказывать события как Бог ввел как Бог давал мудрость и силы вот мы сегодня не сможем много вот что самое близкое за все эти долгие годы вы бы сказали поделились со свидетельством как Бог ввел ну прежде всего это доверие Богу ну как молодые поженились наперед не знаешь ты сколько чего будет как в жизни ну все что дал нам Бог деток столько то это только Его милость Его воля потому что если бы мы по-человечески по-своему как бы по своей жизни вот планировали или что-то думали или как это все будет то наверное может и ничего и не произошло но это только Бог это Его чудо и Его благословение что Он дал нам если бы мы рассуждали по-своему то не знаю что бы было а за все благодарю Бога потому что все дети которых Бог нам дал это Его милость и Его воля о каждом ребенке потому что Он дал нам и о каждом Он как сказать воля Его Он предусмотрел потому что у каждого Бог послал нам вот девочек мальчиков определил да цель и Он хочет что-то от этих детей какая-то воля о них о каждой судьбе Он хочет чтоб они выполнили его волю потому что каждого Бог посылает на землю чтоб только выполнить эту волю а от нас требуется только благодарность что мы можем Его принести какие подарки ну вот что Он нам дал эти подарки деток а эти подарки должны принести Богу радость то есть как Ему благословение и чтоб исполнилась на них воля Божия вот я благодарю Бога потому что это не я это Он Он помог дать Он воспитывал мы только молились вот и то что Бог посылал я бы хотела чтобы в детях продолжалось и чтоб они своим детям передали страх Божий вот это самое главное послушание что требует от нас Бог больше Он не хочет никаких подарков только послушание потому что это Он любит и Сын Его пришел на землю через послушание и мы должны это сделать вот что бы нам не стоило какие бы трудности нам не предстояло в жизни так это послушание так же можете Вас нас немножко познакомить с Вашей семьи то есть сколько сама старшая сам младшая может имена сказать это она лучше знает с датами дни рождения она это все подробная дата вина сколько Вас как зовут самая старшая самую старшую доченьку зовут Верочка которая родилась в 80 году мы очень благодарны что Бог послал нам Он видел что нам нужно мы не выпрашивали там мальчика девочку когда нам вот мы хотели вот мы хотим вот мальчика девочку нет Бог нам послал первых пять дочерей дочерей да дочерей у меня шесть но первых это они оказались помощниками для меня как для матери вот я очень благодарна Богу и я очень довольна что у меня девочки просто сейчас пройдя уже такой период небольшой жизни я вижу в этом счастье слава Богу вот в дочерях потом Бог послал мне сыновей и я молилась чтобы они были прежде всего в семьях своих проповедниками служителями я так и молилась Господи если ты пошлешь чтобы они были твоими служителями и я их как бы отдала Богу вот и посвятила их чтобы они любили Господа от всего сердца и посвятили себя да я не желала им большого богатства всего но хотела чтобы они были в руках Божьих и исполнили его волю чтобы он хотел через них проявить для моих сыновей вот а дочерям смирение и послушание своим мужьям и тогда они исполнят волю и своих мужей посадят у ворот что вы имеете в виду в ворот в ворот чтобы на служении Бог вот чтобы муж имел страх Божий и он исполнял волю а жена ему в этом помогала чтобы она его отпускала потому что это суета это пройдет дети обстоятельства там все такое но больше отпускала его а через это она сама получит благословение и тогда я я не могу могу